Меньше суток понадобилось, чтобы сотрудники соцзащиты все-таки дошли до этой семьи после выхода нашего сюжета в эфир. Сегодня Виктора и Валентину забрали на лечение в 8-ю горбольницу. Сейчас в их квартире работает клининговая компания, но уборку понадобится несколько дней. Чтобы избавиться от насекомых, в соцзащите приняли решение выбросить всю старую мебель. В ведомстве уже нашли для басистых новый стол, шкаф, диван, постельное белье, посуду и одежду. Вся эта мебель, бывшая в употреблении, но должна быть лучше той, что мы видим на кадрах. Как нам пояснили в соцзащите, они и ранее знали, в каком состоянии проживает семья, но якобы басисты и сами отказывались от их услуг. Близких родственников у них нет. Вообще их состояние предусматривает, наверное, все-таки стационарное размещение. Если они не захотят стационарно размещаться в дом-интернат, то в зависимости от степени нуждаемости у них будет сиделка. Эта сиделка, если будет нужно, будет приходить к ним каждый день. Такая услуга в рамках системы долговременного ухода в городе Барнауле сегодня есть. Уходовый пакет услуг бесплатный. Также в соцзащите нам пояснили, что принудительно забрать в интернат супругов можно только по решению суда, если их признают недееспособными. Как считают в соцзащите, таковыми пенсионеры не являются. После выписки из больницы супруги вернутся домой. А значит, история может повториться. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.